Меня зовут Юля. Я записываю это видео не для того, чтобы меня жалели, а чтобы история, которая случилась с моей семьей низким, никогда не повторилась. Одесса занимает первое место по статистике, по смертности детей в роддомах. А статистики наказания за это врачей нет, не существует, потому что ни один врач не понес за это наказание. У нас сложилась тоже такая же ситуация. Врачи первого роддома заверили, что у меня нет показаний кесарево сечения, хотя потом, вследствие выяснения адвокатами этой истории, нам показали документы. У меня было тазовое предлежание, обвитие пуповины, вес ребенка 3 700, родиться ребенку здоровым. Естественным путем не было шансов. Собирались консилиум. Их было три по факту. Стоят подписи врачей. Воронова Светлана Степановна ночмет вела меня на дневном стационаре, смотрела и сказала, что я буду рожать сама, буду пробовать сама. Даже если вдруг что-то не так, сразу сделает кесарево. Я сказала, что я не против кесарева, что если оно нужно, то я готова его сделать. Я хочу, чтобы было лучше для меня и ребенка. Мне сказали, что нет, нет, у тебя нет никаких показаний. Будешь рожать так. Я как бы не специалист, я рожаю в первый раз. Я сдавала все анализы, которые надо. Читала отзывы, хотела рожать в лучшем роддоме, как там пишут. Я ж не знала, что все отзывы плохие удаляются. Когда начались роды, не могла не родить ребенка. Он был крупный очень. Когда я начала понимать, что что-то идет не так, начала просить, чтобы делали кесарево. Врач мне сказала, что какое кесарево? Он уже в родовых путях никакое кесарево делать нельзя. В итоге, из-за того, что были нарушены все протоколы, я рожала естественным путем. Мне давили на живот, вытягивали ребенка. Ребенок родился синим, не дышал. Проводилась реанимация 15 минут. На 15 минуте у него забилось сердце. Он порозовел, но так и не заплакал. Его сразу отнесли в реанимацию. После чего ткач Ирина Владимировна, которая принимала роды, подошла к нам с мужем после таких тяжелых родов, и когда ребенка унесли, и сказала нам, зачем было заниматься этой хуйней, извините, я дословно говорю, нужно было сразу делать кесарево. Когда мы спросили, почему же его не делали, она сказала, что мне сказала начмет, и я так делала, поэтому. Меня акушерка заверила в том, что с ребенком все хорошо, они его спасли, какие они молодцы, что мне ребенка отдадут на следующий день. Но его увезли в реанимацию, с этой реанимации в областную реанимацию. И уже там мне сказали, что шансов у него нету никаких. Очень пострадал головной мозг, гипоксия. И что будут делать все возможное, но на полное восстановление. Шансов нету, будет он жить или нет, мне известно. Ребенок без сознания был 10,5 месяцев. Практически все время в реанимации. Не хватал, не дышал, не морхал. Просто лежал. Мы первую же неделю подали заявление в полицию. Следствие абсолютно ничего не делает. Абсолютно. Выемка документов с родома длилась 6 месяцев. Экспертиза длится уже пятый месяц. Все это очень-очень тянется, затягивается. Не хотят признавать свою вину. Мне сказали, что да, такое случается. Может быть, если бы ты рожала в другом родноме, такого бы не случилось. Ну, родите второго. Это все, что мне сказали. Вчера мы похоронили своего сына, которого так долго ждали, которого так любили. И десять с половиной месяцев смотрела каждый день, как он ничего не может сделать день в день. С трубками на голове, на шее. И понимала, что шутцов нету никаких. По информации, которую нам передали частным путем, нам говорят, что экспертиза будет не в нашу сторону. Потому что наверху сказали, что репутацию первого родома портить нельзя, так как главврач является депутатом горсовета. Против нее никто не пойдет. Люди, которые помогали эту историю распространять дальше, им тоже писали и угрожали, чтобы они это убрали. Я не говорю, что этот роддом плохой, что там все врачи плохие. Я прошу помочь наказать людей, которые в этом виновны. Почему у нас никто не несет никакого наказания? Мне прислали девочки очень много историй халатности в роддоме, страдают дети. Кто-то остается инвалидами на всю жизнь, кто-то умирает. Это все детки. Почему халатность врачей не наказана, а страдают родители и их дети? Я просто хочу справедливости. Хотя это законное наказание. Не стоит даже вот такого за то, что они отняли у нас самое дорогое, что у нас есть.